Кто куда, а мы на бюджет. Впереди еще зачисления. Заочная форма обучения бакалареатспециалитета, очная форма обучения магистратуры, заочная форма обучения магистратуры. Хрустальное перо 2022. Это редко бывает, что награждают именем практики журналистов, а человека, работающего в области подготовки журналистов кадров. Казанский федеральный университет продолжает проводить выездные дни здоровья для сотрудников вуза и их семей. Летом этого года было уже три выезда на озеро Яльчик, во время которых поправили свое здоровье порядка 130 сотрудников КФУ и их детей. 20 августа состоится последняя летняя поездка. Для детей будут организованы веселые старты, а для родителей спортивная викторина с призами отправкома. В 8 часов утра от КСК КФУ уникс отправится автобус на 45 мест. Все желающие могут присоединиться, предварительно записавшись по телефону. 221 04 16. Стали известны имена счастливчиков, поступивших в Казанский федеральный университет на бюджетной основе. Об итогах зачисления расскажем в следующем сюжете. Август один из самых напряженных месяцев для абитуриентов, ведь ожидание списков о зачислении заставляет трепетать сердца ребят со всего мира. 9 августа половина поступающих выдохнуло с облегчением после того, как в Казанском федеральном университете опубликовали основной приказ о зачислении студентов на бюджетные места. Мы зачислили более 2000 человек вчерашним приказом. Также более 500 человек в рамках всего вуза, с учетом филиалов, было зачислено в нулевую волну. Это льготные места, льготы, квоты, целевые места. Впереди еще зачисление заочной формы обучения бакалориат специалитета, очной формы обучения магистратуры, заочной формы обучения магистратуры. Поэтому это небольшой этап, преодоленный по контрольным цифрам приема. В сравнении с предыдущим учебным годом контрольные цифры этого приема в разы больше. Это связано с тем, что формат поступления и популяризации информационного и цифрового трека подачи документов информировался самими вузами, школами и Министерством образования Российской Федерации. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет было подано более 170 тысяч заявлений. Но мы все понимаем, что у абитуриентов есть возможность подавать заявления на несколько направлений. В этом году мы получили более 39 тысяч абитуриентов, то есть подающих заявления на разные направления. Абитуриенты подавали документы в основном удаленно. То есть вот мы видим то, что за моей спиной сейчас приемное пространство. Даже в пиковые дни нагрузки, когда мы получали наибольшее количество заявлений, здесь не было больших очередей. То есть у каждого стола увидеть очередь там больше, чем в два человека было невозможно. Первый приказ о зачислении студентов по контрактной форме обучения выйдет 15 августа. В этот же день опубликуются основные приказы по бюджетному отделению магистратуры и заочной формы обучения бакалавриата и специалитета. С этого года за студентами старших курсов Казанского федерального университета сохраняются их места в общежитиях. Куда и по какому принципу теперь будут расселять первокурсников? Подробности смотрите далее. В Казанском федеральном университете изменилась процедура распределения мест в общежитиях. Получит ли обучающийся комнату определить специальная комиссия? В ее состав войдут сотрудники институтов и представители органов студенческого самоуправления, профсоюзной организации, студенческих советов и антикоррупционной комиссии. За старшекурсниками сохранятся их прежние комнаты. Остальные, в том числе первокурсники, будут распределены по свободным местам деревни универсиады и студгородка. Для студентов первого курса процедура заселения начнется, как обычно традиционно, в КСК КФУ УНИКС. С 8 до 8.30 мы собираем студентов по институтам, дальше с ними проводится инструктаж, здесь распределение идет по комнатам, здесь каждый студент уже понимает, где он будет проживать, и потом он проходит определенные процедуры. То есть я рекомендую всем студентам первого курса обязательно первое ознакомиться с регламентом, потому что там указаны очень важные моменты, а особенно те категории студентов, которые имеют приоритетное право предоставления места в общежитии. До 20 августа студентам необходимо подать заявление на общежитие. Сделать это можно через личный кабинет. Важным моментом оформления заявления является прикрепление дополнительных документов, предоставляющих приоритетное право на заселение. Перечень критериев распределения мест в общежитиях можно найти во вкладке «Порядок заселения» на сайте университета. Сначала, конечно, это все категории, которые прописаны в федеральном законе об образовании. Эти категории предоставляются. Дальше также отдельное внимание уделяется студентам, которые обучаются по гослинии. Это студенты, дальше идет категория нуждающихся студентов. Потом это студенты-первокурсники, это именно их касается, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, и которые являются призерами и победителями различных олимпиад. И вот дальше будут учитываться различные достижения студентов. Представители университета отмечают, распределение комнат будет зависеть и от количества свободных мест. 22 августа после 6 часов вечера на сайте Казанского федерального университета начнется публикация списков расселения. Они будут обновляться ежедневно. В списках, помимо адреса общежития, будут указаны контактные данные представителя университета. С ним студент сможет обсудить все интересующие вопросы. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ Ньюс. Аспирантка второго года обучения Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Гульнас Шарапова вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап». Она получила 1 миллион рублей на реализацию своего проекта разработка противоопухолевого препарата на основе водорастворимого производного фуллерена С60. Предварительные исследования показывают, что водорастворимое производное фуллерена С60 избирательно снижает активные формы кислорода в опухолевых клетках некоторых линий и негативно влияет на их выживаемость. В 2013 году Казанский федеральный университет стал одним из 15 победителей открытого конкурса «Правительство России» программы «Топ-5-100». В рамках этой программы и создавались открытые лаборатории, так называемые «Опен-Лаб». «Опен-Лаб» — это площадки, созданные на базе уже существующих и успешно зарекомендовавших себя лабораторий. В рамках виртуальных научно-исследовательских лабораторий, то есть «Опен-Лабах», Казанский федеральный университет предоставляет самые современные оборудования, инфраструктуру, а также научный персонал. Целью открытых лабораторий является разработка прорывных исследований в России и мире. Задача «Опен-Лабов» — пригласить топовых ученых с мировым именем из-за рубежа, чтобы они возглавили лаборатории, а также на базе этих исследований воспитать молодые научные кадры. То есть концепция открытой лаборатории предполагает, что она является инкубатором кадров. Она наполняется несколькими проектами, которые взаимосвязаны по идейной составляющей, объединены общей наукой, исследованием, материально-технической базой. На данный момент в Казанском университете существует более 40 открытых лабораторий. Наша открытая лаборатория OpenLab генные и клеечные технологии, например, мы объединяем более десятка проектов, направленных на использование методов генной инженерии, генной терапии, клеточной терапии, клеточной инженерии для решения самых разнообразных задач. Также была создана лаборатория «Структурная биология», которую руководит Марат Юсупов. В его лаборатории ведутся эксперименты с рибосомами и веществами, которые с ними связываются и подавляют. А это основа для разработки антибиотиков и противоопухолевых препаратов нового поколения. Я думаю, что есть целый ряд лабораторий, которые удалось создать за это время в Казанском университете по программе. Мы все там боролись попасть в высшую категорию университетов, но это как раз не так важно. А вот то, что удалось создать новые лаборатории с новыми программами, передовые лаборатории по всей России, а они передовые лаборатории по России. Ну и в Европе нас всех знают теперь. Следующая лаборатория нейробиологии в рамках Open Labо реализована Рустемом Хазиповым. Он приехал в Казанский университет из Франции. Его лаборатория включает в себя проекты, связанные с активностью особенностями развития головного мозга с точки зрения нейрофизиологии. Рустем Хазипов – один из немногих ученых, который выиграл мегагрант и встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Казанскому университету удалось объединить свои усилия в области геномных исследований с одним из мировых лидеров в этом направлении – Институтом Рикен Япония. КФО в кооперации с японскими коллегами начала использовать уже наработанные исследования. Это объединение дало огромный рывок во развитие вуза. В Институте фундаментальной медицины и биологии создали уникальные симуляционные центры, где студенты нарабатывают опыт. Также в Казанском университете развернут комплекс лабораторий, в которых ведутся исследования в области регенеративной и трансляционной медицины. Его возглавляет профессор Йошахиди Хайшизаки. Помимо этого, в КФО выстроено свое опытное производство лекарственных средств. Инджамини Баева, Универтньюз. В Татарстане прошел 25-й конкурс в сфере журналистики и масс-медиа «Хрустальное перо». В этом году обладателем гран-при «Хрустального пера» стал журналист Васил Гарифуллин. Подробнее в сюжете. В Казани подвели итоги юбилейного 25-го конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Хрустальное перо». Вручение наград состоялось на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». В этот раз на творческое состязание поступило почти 1700 работ. Из них 978 на татарском языке и 718 на русском. География конкурса охватила весь Татарстан. Цель популярного в Республике творческого состязания – это содействие росту профессионального мастерства и компетентности журналистов, повышение уровня доверия к СМИ и развитие масс-медиа в Республике. Обладателем гран-при премии «Хрустальное перо» стал преподаватель, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа, Высшей школы журналистики и медиакоммуникации, Института социальных философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Гарифуллин. Я получил очень много поздравлений и от выпускников наших, и от коллег по цеху. Радует, что труд журналиста-теоретика, журналист-педагога оценен. И это редко бывает, что награждают им не практика журналиста, а человека, работающего в области подготовки журналистов кадров. В интервью Васил Гарифуллин подметил, что в нынешнем году также отмечается и 60-летие журналистского образования в Татарстане. Впервые в истории конкурса «Хрустальное перо» гран-при еще в 2005 году получил наш наставник, первый декан факультета журналистики Филарид Ахметович Акзамов. Он был очень скромным, честным, порядочным человеком, гуманистом. Он изучал проблемы гуманизма в журналистике, в своих трудах. Обладатель гран-при отметил, что журналистика – это не работа, а образ жизни. В качестве наставления Васил Гарифуллин пожелал будущим журналистам в первую очередь быть честными, трудолюбивыми и с трепетом относиться к своей профессии. Награды же придут сами. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова